Одел простился с Аркадием Узловским, погибшим в конце декабря в Черном море. Напомним, Ту-154, летевший в Сирию, потерпел крушение в Сходе после взлета из аэропорта Сочи. Погибло 92 человека, в том числе музыканты академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова. Участником ансамбля был и Аркадий. Учился в Институте культуры, выпуск прошлого года. Выпускников этого вуза в самолете было четверо. Как говорят педагоги, Аркадий обладал мощным голосом, регулярно участвовал в конкурсах вокалистов, проводимых в институте, занимал призовые места. Был призван в армию, служил в ансамбле имени Александрова, потом остался там работать по контракту. Но авиационная катастрофа, которая до сих пор расследуется, прервала карьеру и жизнь. Прощание с Аркадием состоялось в Свято-Троицком храме. Проститеся ему всякому прегрешению, вольному же и не вольному. Проводить его в последний путь и поддержать родных пришли те, с кем Аркадий дружил и учился в школе и в институте. Были его педагоги, было руководство города и области, были члены военно-патриотических и поисковых объединений, других общественных организаций и просто неравнодушные горожане. Похоронили Узловского на Троицком кладбище. Была минута молчания, травуный митинг и слова поддержки. Я хочу от имени губернатора, от имени областного правительства выразить вам искренние соболезнования. Мы разделяем вместе с вами невосполнимую боль утраты и скорбим вместе с вами. Я уверен, что память об Аркадии останется навсегда в сердцах тех, кто знал его и любил. Пусть земля будет пухом, царствие небесное. Он был ярким представителем сражающейся культуры. Как и в годы войны, он тоже сражался с террористами. Они летели поддержать боевой дух наших ребят-солдат. Светлая память о нем сохранится навсегда в сердцах нашей студенческой молодежи. И смею заверить, лучшим памятником этому молодому, талантливому человеку, действительно ушедшему на взлете, будет учеба и творческая работа наших студентов. Наш коллектив соболезнует родным и близким.